Всем привет! Это выпуск 50+. Скоро будут крутые изменения, поэтому смотрите далее. Очередной обман от Ubisoft. Новые фаблеты от Xiaomi. И в конце мы начнем разбирать жанр, стратегии. Уже стало традицией то, что Ubisoft всех обманывают, а началось это все с трейлера «Смотри собак» на E3 2013. Вот и в этом году французы, похоже, что тоже всех обманули. Помните и громкие заявления о том, что ассасинов в этом году не будет? Так вот, будут. И даже не один, а целых три. Но зато каких? Все, кто занервничал, перестаньте держаться за сердце и отложите сердечное. Речь идет о переиздании трех самых лучших частей серии. А именно, Assassin's Creed 2, Brotherhood и Revelations на новые консольки. Да, мы вновь увидим нашего любимого непоседу Эдсо аудитора де Ференце. Но теперь в честном Full HD. А возможно и даже в 4К на PS4 Neo. Называться это безобразие будет Assassin's Creed's Эдсо Collection. К слову про 4К в играх и так далее. Тут недавно Microsoft заявила, что их новая коробка будет продуктом премиального класса. Вроде бы что тут такого, тем более если учитывать тот факт, что данная консоль, кроме как мощнейшая консоль в истории, больше никак не называется. Правда называют ее так сами разрабы, но не суть. В общем, вот это пафосное название, продукт премиального класса, означает ни много ни мало, а крайне высокий ценник устройства. Какое, правда, пока не ясно. И не мудрено, ибо до релиза самой консоли остается еще целый год. Но, как заверяет Аарон Грибнер, это директор по маркетингу Хака Робот, высокий ценник их не пугает. Тратят же люди по многу тысяч долларов на крутые ПК, чтобы они тянули игры в 4К. Вот и на это, мол, тоже раскошелятся. К слову, Project Scorpio будет поддерживать контроллеры от приставок предыдущего поколения. Единственной собственной фичей для мощнейшей в истории консоли станет фирменная виртуальная реальность и игры для нее. Я знаю, почему вы соскучились. За целую неделю ни одной новости про Overwatch. Так вот, получайте. На момент написания этого текста на ПТР-сервере Overwatch идет тест нового патча, что должен сильно потрепать нервы токсичным игрокам. Токсичные игроки — это тот вид игроков, что дико бесит вас на протяжении всей игры. По сути, это все русское комьюнити Dota 2. А теперь по-русски. Данный вид игроков, токсичный, то бишь, это вид игроков, что крайне агрессивно ведут себя в чате. Рассказывают о половых отношениях с вашими родителями, просят вас удалить игру, рассказывают про то, какие вы неумелые игроки и так далее. Только в гораздо более грубой форме. Так вот, одной из самых любимых фраз у подобного типа игроков есть не что иное «ggis», что обозначает что-то типа «легкая игра». Так вот, с этой обновой данная фраза будет заменяться на «хорошо сыграли, спасибо всем», «божечки-кошечки, да вы просто огонь». Или даже «можно кому-нибудь на ручке, мне так одиноко». Естественно, что в данный патч завезут еще и ворох всякой интересной всячины, по типу балансных правок и новых эмоций, среди которых первая легендарка. Она удивляет, но подробнее об этом вы сможете прочитать в патчноуте на сайте игры. Все геймеры любят выживать, а если выживастик еще и крутецкий, то можно в нем пропасть надолго. Именно таким обещает быть выживастик и создатель серьезного Сэма под названием «Скам». Так как картинок и видео из него всего одна, то вот вам футажи серьезного Сэма. Итак, «Скам» — это одноименное шоу на телевидении, в котором заключенные бьются за любовь всех. Зрителей, продюсеров, спонсоров и так далее по списку важностей. Первый сезон передачи снимался на Алькотрассе, а вот во втором народ выкинули уже в более обширную территорию. Отсюда и получается, что в шоу участвуют как новички, так и закоренелые зеки. Создается проект на движке Unreal Engine 4 усилиями трех контор. GamePers, Croteam, как раз те именитые создатели серьезного Сэма, и издательство Developer Digital. В общем, разработчики наобещали с три короба, но вот как все это будет реализовано, непонятно. Мол, там будет беспрецедентная кастомизация, вам придется следить чуть ли не за обменом веществ своего подопечного зека. Естественно, перед тем, как выйти в свет, игра полежит сперва в режиме раннего доступа. Кто не мечтал иметь крутой Steam-аккаунт? Все, кому близка тема игр. А кто-то не просто мечтает, а еще и делает. В общем, к чему это я? Да к тому, что недавно был взломан сайт dlh.net, и вроде бы, что такого? А такого там то, что это не просто сайт, а еще и форум, и еще и хранилище цифровых ключей. И вот после взлома этого сайта в руки одного крайне башковитого паренька попали сведения не только о трех и трех миллионах учетных записей, но еще и чуть больше девяти миллионов ключей Steam. Так жирно еще никто не разживался. Конечно, не все из этих ключей были неиспользованными, но все же, среди украденных есть такие тайтлы, как Final Fantasy, Night Shift, Pride of Black, Coff и другими. Тем не менее, сама DLH все опровергает, и говорит, мол, проверяли они все, и все норм. Но все-таки, на всякий случай, если вы были там зареканы, проверьтесь на Liquid Source. В очередной раз Monolith от Valve пытается пошатнуть, на этот раз в Facebook и Unity. В принципе, на этом новость можно было бы и закончить, ибо это уже и так достаточно смешная шутка. Но суть вот в чем. Данная штука придумана для обожателей Unity и мобильных устройств. Да-да, вы не ослышались, данный сервис будет предоставлять возможность покупки приложений на движке Unity и дальнейшей их загрузки на мобильные устройства. С такими амбициями даже царапать адамантливый постамент Steam им придется крайне долго. Те, кто сидит на Google Chrome, у меня для вас плохие новости. В ближайшем будущем, еще до наступления 2017 года, Google Chrome перестанет поддерживать Flash. А это значит, все пользователи, что любят смотреть дорамчики, аниме-сериальчики или просто сериальчики, ползать на ютубчики и на яплакальчики, можете смело помахать своему браузеру ручкой, ибо больше работать как минимум корректно, а как максимум просто работать не будут. Задумайтесь о перспективе, пока не поздно. В сеть утекли ТТХ Redmi 4 и Note 4 от Xiaomi. Xiaomi запланировала на 25 августа очередную конференцию с анонсами новых устройств. Если верить слухам, компания предоставит следующее поколение Redmi и Redmi Note, характеристики которых стали известны благодаря сертификатам в ТИНа. Redmi 4 получит 5-дюймовый Full HD экран, процессор Halo P10 от MediaTek, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, камера на 13 и 5 мегапикселей. Фаблет у Redmi Note 4 достанется 5,5-дюймовый Full HD экран, процессор Halo X20, 2 и 3 гигабайта оперативной памяти, при 16 и 32 встроенной памяти соответственно. Разрешение основной фронтальной камеры также составит 13,5 мегапикселей. В отличие от Redmi 4, у Note 4 заявлена емкость аккумуляторов 4000 мАч. Tesla на поприще электрокаров собирается потеснить аж две конторы. Пока низшие электрокары в гордом одиночестве правила Tesla, сразу две компании планируют ворваться на рынок. Про Project Titan от Apple имеется много противоречивых слухов, а вот про электромобиль Samsung информации практически нет. Лиджан, вице-председатель южно-корейского подразделения, подтвердил планы по созданию автомобиля и заявил о переговорах с Fiat касательно покупки подразделения MagnaTel Morelli. Разумеется, создание электрокара сильно отличается от разработки смартфона или планшета, поэтому перспективы Samsung выглядят туманными. Apple трудится над Project Titan года три и пока не готова даже официально нанонсировать проект. С другой стороны, у Samsung больше опыта в машиностроении, чем у конкурентов из Купертино. В 1994 году компания стала партнером Nissan для создания концепта Samsung Motors. Однако, спустя небольшой срок, 70% акций выкупила Renault и переименовала компанию в Renault Samsung Motors. Автомобили совместного производства до сих пор выходят, но лишь на азиатском рынке. Наконец, мы покончили с той скучной темой симулятора и теперь переходим к более интересной – стратегии. В очередной раз загладать проделёжно под жанр я не стану, но вот про что расскажу точно, так это про то, что стратегии делятся и на подклассовость. То есть, другими словами, есть стратегии, что заточены на схеме игрового процесса. Ну, например, стратегии в реальном времени, так называемые РТС, пошаговые стратегии и карточные стратегии. А есть класс стратегий, что заточены под масштабность, то есть на масштаб игрового процесса, например, так называемые варгейми. Смысл этих игр чем-то похож на шахматы. То есть, вам не надо развиваться, строить армию, у вас уже есть армия, и вы должны победить армию противника. Этот поджанр известен под таким тайтлом, как Warhammer, Steel Patterns, Мех Командор. Глобальные стратегии это игры, в которых игрок управляет не столько юнитами, сколько целыми государствами. Ну, как в той же серии Total War. Например, Shogun Total War, Rim Total War и так далее. Ну, и так называемые симуляторы бога. Тут, я надеюсь, пояснять ничего не надо. Ярким представителем данного жанра будет игра Black and White. Отхитровать Питера Мулинье. Дальше у нас как раз противоположность РТС, пошаговые стратегии. РТС это вообще один из самых распространенных жанров игровой индустрии. В двух словах, сперва у вас есть юниты, затем вы строите базу, потом развиваете и строите казарму, шахту, рынок и так далее и тому подобное. Почему же данный вид стратегии зовется стратегией в реальном времени? Да потому что пока вы строите бараки для воинов, вокруг вас в игровом мире тоже все крутится и вертится. То есть холопы таскают лес и камни, в шахтах идет добыча золота и так далее. То есть мир не замирает от каждой вашей команды. Как я говорил раньше, самым ярким представителем данного жанра, по моему мнению, является Warcraft. Тут все по канонам. Юниты, база, бараки, добыча ресурсов и так далее. Сегодня мы начнем разбор стратегии по схеме игрового процесса. А начнем мы не с чего-нибудь, а с самой легендарной игры. Той, что до сих пор на слуху, спустя даже 22 года своего релиза. Warcraft. Разбирать их будем на примере XCOM. Опять же, если коротко, то у вас есть отряд, что высадился на определенную местность для борьбы с инопланетянами. Да, в этой игре мы боремся с инопланетной угрозой. В общем, отряд. Каждый мы управляем по отдельности. Вводим по клеточкам, говорим, где укрыться, чтобы меньше попадали. Когда какую гранату кинуть и так далее. Отличие от RTS тут глобальное. Как раз, когда ваш персонаж делает ход, все вокруг в мире замирает. И только под конец вашего хода противник может сделать ответные действия. Вот такие пироги. Ну и напоследок разберем карточные стратегии. На примере Hearthstone Heroes of Warcraft. Ну, вообще тут должна была быть Magic the Gathering. Но так как я, ну, в этой сфере, да и как и я не особо увлекаюсь, то уж что там, чем богаты, тем мы рады. Хотя, знаете, я так подумал, чтобы полностью разобрать механику Hearthstone, это нужен отдельный выпуск. Поэтому займемся этим как-нибудь в другой раз. Ну а на этом у меня пока все. Любой из наших выпусков вы можете посмотреть на сайте XTV в разделе телепроекты. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте нам лайки. Я жду ваш фидбэк на почту iksgamemixsobakamail.ru Ну, пистарабис! Субтитры сделал DimaTorzok